Холодная война между Россией и цивилизованным миром, развитие которой мы наблюдаем прямо сейчас, имеет целый ряд характерных особенностей. Одна из них – активная разведывательная деятельность в воздушном пространстве друг друга. Причем, если позволяет технологическое превосходство, то стороны очень часто даже не обременяют себя соблюдением установленных правил. Так было, например, в 1960 году, когда в глубине СССР был сбит американский разведчик Ю-2, а его пилот Фрэнсис Пауэрс попал в плен. И таких случаев было немало, причем всегда в роли догоняющего выступал Советский Союз. Похоже, история повторяется, правда, уже на новом технологическом уровне. Речь идет прежде всего о полетах американских разведывательных дронов RQ-4 Global Hawk над Черным морем, в непосредственной близости от аннексированного России Крыма, причем очень часто прямо над полуостровом. Впервые о таких полетах россияне заговорили в апреле 2015 года, когда тогдашний заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Андрей Картополов, выступил с гневной речью, в которой пригрозил сбивать вражеские аппараты, которые появляются в непосредственной близости от Крыма. Интересно, что Картополов с декабря 2016 года по март 2017 года был командующим российской группировкой войск в Сирии и попал в этом качестве под западные санкции, но это совсем другая история. Однако вплоть до 15 октября 2015 года подтверждений из открытых источников такой деятельности американцев не было. В тот день RQ-4 впервые засветился на сайтах, отслеживающих движение авиации. Дрон, взлетев с американской авиабазы Сиганелла в Италии, выполнил 17-часовую миссию над Черноморской акваторией близ Крыма и Сочи. Выбор RQ Global Hav как основного разведывательного аппарата был совсем не случайен. Аппарат может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 километров. На высотном беспилотнике установлена самая современная по нынешним временам интегрированная система наблюдения и разведки. Его радар предназначен для работы в любых погодных условиях. В нормальном режиме работы он обеспечивает получение радиолокационного изображения местности с разрешением 1 метр. Он позволяет обнаруживать наземные подвижные объекты в радиусе 100 километров и передавать информацию об их координатах и скорости в текстовых сообщениях. За сутки полета может быть получено изображение с площади 138 тысяч квадратных километров на расстоянии 200 километров. В точечном режиме при съемке области размером 2 на 2 километра за 24 часа может быть получено более 1900 изображений с разрешением 0,3 метра. Беспилотник имеет широкополосный спутниковый канал связи и канал связи в пределах зоны прямой видимости. Можно говорить о том, что с весны 2015 года вылеты таких аппаратов стали совершаться стабильно. Причем кроме Крыма и северокавказского побережья РФ, прицел американцев все чаще стали попадать и оккупированные Москвой районы Донецкой и Луганской областей. Зачастую полеты были комбинированные. После линии разграничения на Донбассе аппарат уходил на Севастополь, спокойно двигаясь на высоте свыше 16 километров в международном воздушном пространстве. При этом американские военные демонстративно включают приемники, позволяющие любому желающему увидеть их на веб-сайтах, чтобы все знали, что они там есть. Полную хронологию таких полетов привести достаточно сложно, так как американцы практикуют и полеты с выключенными транспондерами, что конечно не является проблемой для армейских РЛС, однако не позволяет отслеживать в режиме онлайн. Так только за 2017 год по открытым источникам можно отследить 17 полетов Global Hawk над Донбассом и оккупированным Крымом 5 в январе, 4 в феврале, 7 в марте и 1 за 8 дней апреля. Причем стоит отметить, что частота вылетов в последнее время по сравнению, например, с тем же 2016 годом значительно возросла. При этом увеличилось и качество авиатехники, привлекаемой американцами для отслеживания деятельности российского оккупационного контингента в Крыму. Так над Черным морем появились такие высокотехнологичные аппараты, как противолодочные самолеты П-8А «Посейдон» и самолеты радиоэлектронной борьбы ЕП-3Е «Эрайс-2». В связке эти машины представляют собой убойную смесь. Тот же ЕП-3Е способен в режиме почти реального времени перехватывать все каналы связи, в том числе и засекреченные. Одно из назначений разведчика – выявление систем противовоздушной обороны, особенно если противник применяет ее против самого разведчика. А основное назначение «Посейдонов» – поиск и уничтожение подводных лодок, противокорабельные операции и визуальная и радиоэлектронная разведка. У самолета есть электронно-оптическая и тепловизионные станции, современный радар для картографирования местности, он может распознавать магнитные аномалии. Причем очень часто эти машины стали работать вместе с беспилотными машинами, а полеты парами – уже реальность, что наводит на мысль, что они отрабатывают какие-то совместные операции. Судя по маршруту, флотскую аэроразведку США интересуют военные порты Крыма, Керченский пролив и газоносные районы Черного моря, где расположены захваченные РФ, украинские газовые вышки. И самое интересное – это реакция российских воздушно-космических сил. На сегодня неизвестно ни одного случая удачного перехвата дрона, хотя на той же Балтике российские летчики активно перехватывают все, что летает. Но в случае с крымскими полетами тут сказывается один момент, и он технический. Дело в том, что дрон RQ-4 летает на высоте 18 километров, в то время как практический потолок вылетающих на их перехват Су-30 из Крымска или Бельбека – 17,3 километра, то есть на 700 метров меньше. Попутно отметим, что практический потолок летательного аппарата – это максимальная высота реального применения самолета. Фактически эта цифра значительно меньше и зависит от многих факторов, как от погоды, так и, например, от изношенности двигателей самолета. В данном случае существенная разница в этой характеристике позволяет RQ-4 не беспокоиться о российских перехватчиках. Фактически российские летчики физически не могут достать бесчеловечного противника. А сбивать системами ПВО, та же С-400, которая базируется в Крыму, вполне может поражать цели на такой высоте – это значит пойти в открытую напрямую военное противостояние. Причем в условиях, когда Запад не признает российскую принадлежность полуострова Крыма, а значит и воздушного пространства над ним. Ни для кого не секрет, что по международным законам это Украина. Таким образом, в очередной раз Россия оказалась в тупике. Технологических возможностей, чтобы прекратить такие полеты, у страны просто нет. Поэтому остается только одно – замалчивать такие полеты для внутреннего потребителя информации с ТВ-экрана.